Вы-то почему объявили бойкот в заседании Государственной Думы? Давайте брать юридическое основание. Все выборы, которые прошли по всей стране 11 октября, были сфальсифицированы, искажены на 100%. И когда вы здесь говорите, что вы победители, вы лжёте на всю страну. Если вы победители, где ваши сторонники, ни один вас не поздравил. А где юридические наказатели? Полное искажение. Я могу дать бумаги. Дайте бумаги. Протоколы. Вы бросили миллион бюллетеней только в городе Москве. Вы бессовестные люди. Ваша Мосгордума, незаконный орган. В Тульской области всё бросили. Владимир Владимирович, посмотрите, не только вы. Это заявление должно доказываться. Пожалуйста, доказательства. Пожалуйста, вы русский человек. Читайте. Вопрос, вопрос. Можно вопрос? С вашими печальными. Уже их отреченники уже меняют выборы. Я понял, понял. Вопрос, бумаги, бумаги. Всё направили. Вы сберегомы и в суды. Вы в суды направили? У них в суды под ними. Я могу поднимать. Максим, Максим, Максим. Я хотел поднимать. Максим, Максим, да. Поэтому лгать не надо. Вы не передите. Вы проигравший. Владимир Владимирович, одну ремарку. Полностью проигравший. Вот, говорит, прикрываемся там именем их лидеров. Называю. Московский участок, где голосовал ваш господин Путин, ваш лидер. КПРФ на этом участке набрала 33,78%. Единый Российский. Это данные, данные, данные из данных, где голосовал ваш господин. Ну, одну минуточку. Выслушай до конца. Господин Лужков, ваш тоже лидер. Мы набрали 30,38%. Вы набрали 38%. Господин Грызлов голосовал. Вы набрали 46%. Мы 24%. А на самом деле, сколько вы нам написали? Расскажу. Написали в тринадо меньше. Если уж вы к цифрам, то тогда я их тоже назову. Пожалуйста. Первое. Когда вы говорите о том, на участках, где голосовал Владимир Владимирович Путин, где голосовал Борис Путин. Поддержал КПРФ. Видите? Значит, это участки, и мы признаем это, относятся к Ломановскому району, Гагаринскому району. Это участки, где испокон на протяжении многих лет сильны позиции. Если брать Ломановский район КПРФ, если брать Гагаринский район Праведливой России, и говоря об итогах, мы итоги признаем на этих участках. И в этом как раз мы считаем наша сильная позиция. Но когда вы начинаете брать цифрами, я вам назову. Какая сильная позиция? Владимир Владимирович, позвольте. Вот смотрите, целый район Москвы. Все исказили. Все в два раза написали. Вадим Владимирович, позвольте, когда я был студентом, и я не мог ничего ответить преподавателю, я всегда тоже цифрами старался сыпь. Потому что, Владимир Владимирович, знаете, у меня вопрос конкретный. Понятно из Думы-то, почему вы ушли? То, что понятно, ведь если есть... Протест против лжи. Так в судах опротестовывается Дума-то, работа, Дума-то, почему вы оставили? Обратились в суды. Дело в том, что многие наши люди, к сожалению, наконец-таки узнали, что 11 октября были не только там похороны Япончика и развод Пугачевой, но еще и были выборы. И вот то, что оппозиция покинула, толерантная, парламентская оппозиция покидает заседание Думы, все, достали. Нет правого поля, больше бороться. Нельзя играть в карте с шулерами. А почему тогда вы вернулись по трону? Нельзя угадать, где шарик уголхотрочный. Вернулись так, почему? Это большой политический уголхотрон. Если выборная кампания проходила неинтересно, как вы говорите, то вина в этом только оппозиции. Почему? Вы не предложили ни ярких лидеров, ни ярких программ. Ваши яркие лидеры жулили. Ваши яркие лидеры, это криминал. Это болиды. Это не гадяги. Ваши яркие лидеры. Они всем ждет тюрьма. Владимир Вольфович, я хочу... Не хамейте нам здесь, что у вас яркие лидеры жить не могут. У вас программа. Владимир Вольфович. Ваша программа в тюрьму вам идти всех. И вашу партию распустить в ноябре, через месяц полностью партию распусти. Я хочу вам напомнить... И арестовать ваши фунцузы. Я хочу вам напомнить, что... Вот с чего вы доигрались. Я хочу вам напомнить, что все оскорбления, которые здесь, они уберет вся страна. Я знаю, вся страна. Значит, здесь говорили о Морел, на сегодняшний день в республике Морел, ни одного материала в суде нет. Если говорить о Москве, 3276 избирательных участков. Всего было подано жалоб 193, значит, 123 жалобы. И 20 всего особых мнений записали ваши представители в избирательных комиссиях. О чем вы говорите? Володя, Володя. Мы уже говорили. Геннадий Андреевич прислал в Центральную избирательную комиссию пустые ящики. У меня вопрос, у меня вопрос к уважаемой оппозиции. Миллион бюллетеней вбросил. Такого позора не было. Никогда, нигде в мире. Такой позор. Два бюллетеня, три. Чего вы это взяли? Что? Вы присылали наблюдателей на оппозицию? Везде. Я сам стоял. Я стоял. Я видел. Да. Я видел. И вот все подтверждения. Все подтверждения есть. Пудентам, детям, 18-летним политологам предлагала ЛДПР. Вообще, они ни разу на выборах не были наблюдателями. Ваш ЛДПР, Владимир Войкович, предлагал им стать наблюдателем. Единственное рассеяние. Готовься к студентам. Готовься к студентам. Готовься к студентам. Позвольте. Вы гоняли. Вы пускали на участие. Выгручивали руки. Позвольте. Главного редактора экспертов. Да, пожалуйста. Как и бывает. Я, кстати, звал. Про кремлевские обыватели. Я звал вас на канал. Секундочку. Когда все говорят ничего не слышно. Как вы вышли в среду. Никто не пришел. Как не пришел? Мы готовы. Вы в Кремль побежали. Вы звали других. Вот я, как журнал. Мы в Кремль не бегаем. Вот вы спрашиваете, показываете нам какие-то листы. Листы избирателей комиссии. Ну и хорошо. Все с печатями. Все с гланчами. У нас тоже есть листы. И что дальше? Они равнозначны. Послушайте, равнозначны. О чем мы говорим? Я скажу. О чем мы говорим? Позвольте, позвольте, позвольте сейчас, я вам скажу, показ каких-то бумаг в прямом эфире. Никому ничего не надо. Давайте говорить. Без бумага. Пожалуйста, Баверий, Баверий, Баверий. Без бумага. Мы признаем, мы признаем, и вы признаете, что вы, в первую очередь вы, дикари, не признаете суда, не признаете приличий, не признаете доказательств. Дикари. Тогда вы, конечно, размахиваете листками, апеллируете к публике и говорите что-то про миллион долетей. Мы были в суда, и ни один суд не стал на нашу сторону. Вот смотрите, вот что вы, можно я подытожу, в суде, в избирательных комиссиях, везде сидят ваши мошенники, и ваши первые мошенники. Понятно, все понятно, что же вы оскорбляете суды, центр избирком. Народ так ненавидит, что же мне оскорблять? Мы не оскорбляем, а граждан не ненавидит. Дайте два слова. Пожалуйста. Я хочу в Хадею ответить. Я прошел 1600 судов. Мало? И сейчас нахожусь с трех судов. Сколько еще? Вот за это время, с 11 октября... Ну, дайте сказать два слова. С 11 октября 1600 судов. Да нет, еще рано. Мы ждем последних годов по выборным делам. Мы ждем последних годов по выборным делам. Понятно, да. Что по Татарстану судился три года. Ну и что это то? Верховный суд признал. 600 тысяч голосов у меня украли на президентские выборы. И что это? Признал, что их надо их вернуть. Это когда? Вернули. Ну слушайте-ка, да вернули. Вернули эти голоса. 400 человек, которые прошли по делу, через три дня были все амнистированы. Я приехал в Мариел руководить крупнейшей партией. Попросил разрешение провести хоть в одном зале. Отказали категорически. Отказали категорически. Они были осудили. Отказали категорически. Геннадий, здесь в зале присутствует председатель госсовет Республики Мариел. Здесь в зале присутствует чек. Давайте. Комсет к концу вызывать. Здесь несут. Не боитесь. Давайте. Секунду, что вы не задали. Посмотрите. Бумаги вас не интересуют. Бумаги у меня вон. А у вас свидетели. Это вам не поставили. Не народ его поставил. Перестаньте. Народ поставил. Мариел. Это наш президент. Мы его поставили. Позвольте. Я отвечу за него. Потом вы его притянули себе. За деньги притянули. И с Богом. И Чурова вы поставили. Господа. И Чурова вы поставили. Вы поставили. Это ваш. Он член ЛДПР. Это ваш. Он член ЛДПР. Это ваш. Это ваш. Позвольте. Владимир Вофель. Мы его завтра отправляем в вставку. Владимир Вофель. А вы его оставите. Владимир Вольфович, вот такое ваше право. Вот такое ваше преступное право. Мы с вами не имеем права. Нет, имеем права. Владимир Вольфович, посмотрите на меня, пожалуйста. Позвольте, не бумаге, а живого человека спросим. Давайте живого. Живого человека. Что он скажет нам? Я вам дам. Сидите, 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 не вставайте. Давайте живого. Вы хотели спросить? Я хочу спросить. Действительно, Геннадию Андреевичу не давали помещение для выступления? Во-первых, я скажу, что это не совсем так, Геннадий Ильич. Потому что за два дня до вашего приезда вам за подписью главы администрации президента республики МРЛ направлен документ, в котором назывались места, где возможно проведение митингов и помещения, где можно работать. В том числе общественно-политический центр, в котором вы встречались с людьми, там более 650 мест. А что касается того, что якобы никто не разговаривал вообще в республике, это тоже неверно. В сентябре месяце ко мне пришел Купцов, ваш уважаемый коллега, с которым мы беседовали длительное время по выборам. Никаких страшных замечаний, никаких простых замечаний не было. Я хочу ответить. Коротко отвечу. У нас там лидером был Харитонов. Таких депутатов, которые пять раз избирались по одномандатному опору, осталось в Думе четыре. Он 15 заявок подал, нигде ни одной не удовлетворили, он лидер был. Он не обязан заниматься залами. Нам по закону положено любой зал, любой точек. А он не имеет права заниматься. Правдивую информацию. Господа, секундочку, тихо. Я скажу вам ситуацию, что не один зал, который для слепых и глухих, как вы говорите, а два зала одновременно были, в том числе общественно-политический центр. Что касается площади, на которой вы собирались проводить, на этой площади, я еще решением, когда я был председателем горосполкома, в 90-х годах, запретил проведение любых вопросов, которые связаны с безопасностью. Это тоже абсолютно незаконно. Поэтому у вас есть, у вас есть, у вас есть, у вас есть, у вас есть конституция. Есть площадь. Вам никто не давал право запрещать гражданам стрельщики.